Доброго времени суток, друзья! Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем тему говорить о полезности ягод, листьев, корней и так далее, цветков. Сегодня перед вами такая ягодка фиолетовая, красивая ягодка. Кто-то подумает, какой-то шиповник своеобразный или виноград, но виноград это вообще не похоже. На шиповник фиолетовый похож. Итак, друзья, не будем говорить с загадками. Это называется Ирга. Плод такой. Ирга. Это растение, сейчас я подробно эту историю, откуда и что. Это растение можно употреблять от цветков до корней. В общем, каждое растение, я уже говорила, употребляется все. Но сегодня мы будем говорить о вот этих ягодках. Ну, немного застроим листочков. Немного цветочков. Но в основном я буду говорить о ягоде. То есть напоминать вам, что есть такая ягода, для чего она полезна. Полезные свойства и применение. История, значит. Родина ее считается Канада. Малая Азия. Ну, а сейчас она у нас может расти и в Сибири, то есть культивирована и в Сибири, и в Накавказье, и в Европе. У нас в Крыму. Игра широко распространяется и по всей России. Так что, друзья, вот так. Сейчас, если вы увидите, это может быть в супермаркетах она продается, или в аптечной сети. Порошком я буду дальше вам говорить. Значит, и по порядку состав. Все части растений содержат полезные биологические вещества. Я повторю, все части растений практически одинаково могут совпадать листья и цветочки, или листья и плоды. Практически одинаковый состав у них. Поэтому применять можно все. Все части растений полезны биологически какие-то вещества. Плоды и рги богаты витамины группе БППЦ. Такие, значит, каротиноидами, сахарами, органическими кислоидами, флавоноидами, дубильными веществами. Микроэлементы клетчаткой, естественно, пектинами. Семена содержат жирные масла. В коре и листьях, естественно, есть дубильные вещества. Ну и сейчас по порядку, для чего дубильные вещества полезны и так далее. Применение плоды. Ирги используются в лечебных и диетическом питании. Сейчас я расскажу попозже, сколько килокалорий в нем, в этой ягоде и ирги. Сразу скажу, 45 килокалорий. Это мало. Мы до этого разбирали с вами клюкву, бузину. Ну, там тоже очень мало. 26 в ягодах есть и даже 0 килокалорий в какой-то ягоде есть. Ну, в общем, вот так, 45, это я считаю, что очень мало. Значит, так, используют в диетическом питании. Игру употребляют в свежем виде, сушат, замораживают, варят, естественно, компот и так далее, варенье. Значит, сушеные часто используются, значит, в таком порошкообразном виде, в кулинарных изделиях, в кондитерских изделиях. Придает такую пикантность. Допыляются в соусы. Вот такие изделия. И замораживают. Естественно, мы с вами рассказывали, знаем, что заморозка в самой полезной в сушеном виде. Сохраняется практически все. Ну, кто-то делает сок, кто-то, ну, каждый на своем усмотрении. Полезные свойства. Как и все ягоды синего цвета, мы знаем, что ирга богата веществами и витаминной активностью. Поэтому ее употребляют полезно при ломкости сосудов, атолисклерозе, авитаминозе, сердечно-сосудистом и желудочно-кишечных заболеваний. Также игра полезна при инфарктах, миокардах, в рекордных расширении вен для сосудов. В основном, вот видите, как она для... Значит, у нее такие есть свойства, вяжущие плодах в этих. И очень рекомендуют ее использовать при желудочно-кишечном тракте. в качестве, значит, применять сок, ну, естественно, с больной водой. Но все рецепты, это вы посмотрите, я вам сегодня о рецептах говорить не буду. Значит, настойки из цветков тоже применяются перегипетонической болезни. Я вам только в краткий вот этот цвет поговорить, вкратце. Отвар коры применяется при заживлении ран, потому что находятся дубильные вещества, у кого плохо заживляет рана, особенно диабетиков, отвар коры. Также отварка коры применяется для полоскания, у кого идут заболевания ангины, ОРЗ, стоматологические заболевания, то есть полоскания, у кого там пролежние ожоги и раны, все это протирается. Значит, противопоказания. Игра обладает успокаивающими свойствами, и поэтому ее нужно принимать в вечернее время, чтобы спать спокойно, что называется. И в общем, ее не следует вообще-то людям пить, которые или кушать эту ягоду, кто за рулем. То есть она дает такой расслабляющий эффект. Кроме того, игру можно использовать после в общем, ее можно использовать значит срок ранения. Ее можно использовать говорят год, но можно и после года, и особенно сушеную. она практически не теряет свойства. Сейчас, значит, я вам скажу калорийность, значит, 45, я вам говорила, пищевая ценность, белоков 0, жира 0, вздумайтесь, друзья, кто следит за своим весом. Углевод 1,2. Прекрасная ягода. вообще, это просто кладезь. Это не ягоды. Мы просто, просто не замечаем вот этой вот природных наших даров и прибегаем, что называется, мимо. Никогда не надо забывать о дарах природы. Итак, сейчас я вам хотела показать. Значит, я вам говорила, что она в кулинарии применяется, также она может применяться и в косметологических целях, но все, естественно, нужно консультироваться с доктором. Как ее применяется, речистосудие с заболеванием. Значит, все это консультироваться с доктором в обязательном порядке консультироваться, потому что здесь немаловажно. Тут много таких, вот я уже сказала, сонливость у кого нельзя употреблять, едете за рулем и так далее. Вот, значит, я уже вам сказала, что она делает, но она еще делает, в общем, предотвращает развитие проблем с глазами. Это я вам не сказала, сейчас вот и говорю. вылечивает флебрит, ой, флебит, извините, заболевание почек. В общем, красивейшая, она и красивущая такая ягода, друзья, просто вообще. И полезная, очень даже полезная. дубильные вещества, стерины, кумарины находятся в ней, кобальт, медь, магний, кальций, калий, свинец, свинец, друзья, не во всех есть свинец. вот пишут, значит, ягода является низкокалорийной, вот, и перечислено, какие все там очень низкокалорийные ягода. Просто пользуя грибла, благодаря богатому содержанию в этой, в ягоде было активные вещества, поливитамины, пектины. И там много антиоксидантов, которые предотвращают развитие онкологии и помощь организму болезни Айсгеймера. И вообще, друзья, все заболевания, все ягоды фиолетового, не только ягоды, а также плод фиолетовый, который мы знаем, это синенькие маклажаны. И вообще сливы, все фиолетовые продукты, они помогают нам для заболевания раковые, в общем, не дают клеткам разрастаться, как бы, все фиолетовые цвета, темно-синие, фиолетокрасные. То есть, употреблять нужно вообще любой цвет, чтобы у человека присутствовало в питании несколько цветов, и красный, и оранжевый, зеленый, фиолетовый, чтобы они присутствовали практически каждый день, вот эти цветы, цвета, разные цвета. Вот, например, перец есть, три цвета перца, и все полезные по-своему, желтый так, в общем, не будем затрагивать. Итак, сейчас перед вами красивущая ягодка, которая называется Игра. Спасибо, друзья, за внимание. Я вам доношу информацию, что есть такие ягоды, плоды, листья и так далее, и чем они полезны, а вы для себя находите в интернете, для своего заболевания, что вам полезнее, рецепты и так далее. Поэтому, друзья, не забывайте о народных рецептах, не проходите мимо любой ягоды, полезных ягод, не забывайте о народных наших ягодах наших и даже зарубежных, потому что все это очень для нас полезно. В основном полезно, которое растает в наших регионах, то есть для нашего организма полезно, более полезнее для что растет на ваших участках или ваших регионах. Поэтому, друзья, спасибо за внимание, берегите себя, гуляйте побольше, дышите фитоцидами, здоровья вам, здоровья, еще раз здоровья, берегите себя, пока-пока, до новых встреч.